Спустя где-то, наверное, полугода после того, как я пришел в театр, когда я освоился, когда познакомился поближе с коллегами, познакомился с нашей прекрасной, удобной, уютной сценой, и где-то через полгода, наверное, этот страх постепенно стал меня покидать. И да, где-то, наверное, через полгода я почувствовал какую-то легкость внутреннюю для того, чтобы работать. У нас замечательный театр, мы его называем театр-дом, театр-семья, так как театр, ну, по нынешним меркам, если сравнивать с драматическим и большим государственным театром, театр небольшой, порядка 22-23 человек, актеров, никаких разговоров за спиной, никакого лицемерия, все, о чем думают люди, говорят тебе прямо в лицо, ну, практически ни о чем не утаивают, никакой информации тайной у нас не бывает, как в большой деревне, сегодня ты сказал одно, на следующий день уже все перевернули и сказали по-другому. У нас такого в театре нет, а поэтому у нас замечательные дружеские отношения с коллегами, которые, конечно же, способствуют тому, чтобы этот зажим ушел, и все силы ты свои направил на творчество, только на творчество. Без зрителя нет театра, на мой взгляд, а ведь актер — это профессия, как сказал один умный человек, женская профессия, чтобы нравиться, я, конечно, с этим не очень согласен. Но есть энергообмен, который необходим и нужен как актеру, так и зрителю. Зритель получает энергетику актера, его игру, его взгляд на образ, который он играет сейчас на сцене. В свою очередь, зритель не только аплодисментами, а какой-то внутренней тишиной, внутренним напряжением способствует тому, что артист улавливает его энергетические посылы и флюиды, и, конечно же, это нас заряжает и делает нас только лучше. Зритель, я считаю, неотъемлемая часть театра, без которого не будет существовать театр. Продолжение следует...